друзья сразу отвечаю на основные вопросы вес этого скутера 12 килограммов едет он со скоростью 30 километров в час 28 30 там можно программно поменять расстояние которое может проехать тоже 30 километров я считаю что это вполне нормально покататься по городу если включить режим экономии то он проедет до 40 километров но это нужно периодически переключаться на обычный режим чтобы мощности хватало за и заехать на горку заряжается примерно 4 часа есть сигнал есть тормоз который совмещен обычный дисковый тормоз совмещен с электронным если без электронного тормоза то дисковый фактически не тормозит единственное удобство в метро сегодня мы рассматриваем его прямого конкурента который называется movie movie в россии только вот появляется и предприниматель который собирается их продавать прислал мне его на тест как убийцу сяоми посмотрим насколько убийцы сяоми справиться со своей задачей прямо сейчас в честном обзоре все подробности поехали началось все с того что предприниматель из красноярска андрей сообщил что есть электроскутер который гораздо лучше сяоми и предложил прислать его на честный обзор андрей сообщил что новый электроскутер movie имеет характеристики как минимум в два раза выше магнитные тормоза и трехступенчатую коробку передач на электрическом моторе запас хода у нового аппарата якобы 40 километров при средней скорости 23 километра в час а максимальная скорость вообще 36 километров в час также у movie есть амортизация и быстрая зарядка аж за два часа но и главное его можно всячески настраивать например скорость торможения и разгона да и вообще скорость но для честности мы оставим все на оптимальных заводских настройках сегодня мы сравним его заявленные характеристики с хорошо известными характеристиками электроскутера сяоми миджа м365 скорость хода 28 километров в час максимальное расстояние 30 километров время зарядки 4 часа тормоза электронные и дисковые одновременно рекуперация энергии то есть подзарядка батареи как только отпускаешь газ или нажимаешь тормоза водонепроницаемость впрочем как и у movie удобный фонарь для ночных поездок стоп-сигнал и громкий колокольчик амортизаторы отсутствуют а в качестве амортизации надувные колеса которые смягчают кочки для честного обзора я взял троих людей которые никогда не катались на электроскутерах вообще и решил их немного подогреть сообщил им о том что сегодня вы будете кататься на супер новой крутой модели электроскутера movie которая во всем превосходит сяоми на сяоми я поеду сам чтобы вы оценили именно крутую модель а уже потом я дам вам прокатиться для сравнения на общеизвестным сяоми тест начался значит вот здесь находится мой друг вадим саваев который на самокатах на электроскутерах вообще ни разу не катался я ему специально дал movie поскольку это новая модель у нас есть москве получается скутеры которые там в прокат ты пытался на этом покататься который в прокат дают нет у меня нет приложения или самокат или как то есть это первая твоя в жизни прогулка да 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 ты попробуй сначала просто попробуй ну сразу видно что человек впервые то есть это никакая не постанова он знаешь ты не очень хорошо вытаскивается как я заметил да ну то есть какими-то усилиями это это может быть непродуманное по моему здесь шоркается а точно шоркается все смотри вот это компьютер который контролирует весь процесс его нажимаешь и включаешь включать а то есть отсюда я думаю да 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 есть такая еще история предохранитель как бы для того чтобы человек скажем так вот ты стоишь да нажал случайно на газ он у тебя из под рук выскакивает да для этого он не сработает сейчас специально так сделано то есть ты пока не стоит и когда ты не стоишь мне не вылетит когда ты вот оттолкнешься до пяти километров в час только тогда он и поедет здесь есть три скорости у тебя еще стоит первая которая вообще нулевая на нем практически не едет хорошо мне покойно не поедет практически то есть тяги нет значит на первой скорости он вообще не едет на второй скорости он более-менее едет как будто бы xiaomi на эко режиме на третьей скорости он едет примерно как xiaomi да ты просто газу и медленнее но лучше поставь сразу 3 реально 3 обычная и просто чуть-чуть а этот тормоз вот попробуй он попробуй допустим вон туда-сюда прокатиться оттолкнись сильнее нажимая на газ муви он только появится вот в россии буквально месяц пройдет и он будет везде твои впечатления ты первый раз вообще на электроскутере я вообще первый раз на таких средствах передвижения очень прикольно как ты говорил вот это стоит гораздо дешевле чем вот этот получается 45 этот 28 вот этот по внешнему виду параметрам даже больше тянет на 45 нежели чем этот плюс мне вот этот понравился дополнительный не электронный тормоз а ручной он ручной плюс электронный здесь дисковый тормоз совмещенный с электронным который впереди и как-то они одновременно срабатывают а здесь мы видим только электронный тормоз а если здесь что-то с электроникой не так будет когда ты будешь на ходу и хорошо разгонишься тот ты как понял не затормозит на этом ты затормозишь то есть визуально по твоему мнению вот этот как бы стоит дороже визуально до или как не наоборот дешевле вот эту дорогу вот этот дороже сяоми по-твоему стоит дороже конец на компьютер вот здесь есть компьютер здесь нет компьютера но я думаю это можно дополнительно как-то сделать и на муви в первый раз проехался первого жизни и классно тебя на это про то чуть на это пока что нет я тебя хочу чтобы ты поездил очень на этом, потом дам прокатиться на Xiaomi попозже. Это как это. Меньше мощностей, да? На самом деле просто не, мощностей примерно одинаково, просто мне нужно именно мнение человека, который вообще взгляд со стороны. Вадик очень осторожный парень, он сначала всегда вот так делает, он такой, ну, парень очень аккуратный, сам по себе. Едет сейчас очень медленно, шагом практически. Что по поводу Xiaomi, то есть чисто визуально, мне кажется, что Xiaomi он более внешне лучше, и мне нравится, потому что у него шире радиус колеса. То есть я считаю, чем больше радиус, тем проходимый сбор, не я считаю, это физика, да? Ну, я на этом еще пока не ездил, может быть, если Евгений мне позволит, я кружок бы где-то сделал, но попозже. Да, сначала нужно сравнить динамику или какие-то тормозные характеристики. Первый раз катаюсь на гироскутерах? Нет, это электроскутер. Электроскутер. Вот, если честно, вот эта модель что была? Муви. Муви. Там ручки чуть поменьше, удобнее для женской руки, и по тормозу тоже мне больше понравился электрический. Довольно-таки просто комфортнее управлять. Понятно. Поэтому так. А так вообще по ходу, по плавности? По ходу, ну, мне кажется, они примерно одинаковые. Ну что ж, электроскутер Xiaomi – это, пожалуй, самая удачная и самая продуманная модель, которую я реально встречал из всех электроскутеров сегодня на рынке. Я попробовал на нескольких покататься. И вы знаете, что мне больше всего понравилось? Первое, что я сделал, когда встал на него, разогнался на полную и нажал тормоз в пол, ожидая, что улечу. Через руль этого не произошло. Очень удобно. Здесь у меня передний привод. И это значит, что когда я выхожу из метро по подземному переходу наверх, он тянет меня за собой. Я пригазовываю, он едет вверх. Тянет меня за собой. Что касаемо муви, я нажал на газ, он встал на дыбы и чуть не улетел. То есть бессмысленная какая-то вот эта ерунда с задним приводом. Электронный тормоз у мувика очень дерганный. То тормозит, то вперед, то тормозит, то вперед. Я полагаю, что мувик разгоняется быстрее исключительно из-за того, что у него маленькие колеса. Потому что мощности у его мотора недостаточно. Это очень просто понять. Мы из подземного перехода выходя, обычно поднимаемся по специальной горке, которая имеет примерно вот такой угол. И Xiaomi очень легко с места даже разгоняется наверх. А муви, он просто не может вытянуть меня. То есть его нужно отталкиваться ногой, чтобы он хоть как-то начал ехать. Да еще и в дыбы постоянно встает. То есть мощность все-таки у Xiaomi побольше. Теперь давайте посмотрим, насколько физически они отличаются по диаметру колес. Посмотрите, что действительно у мувика колесо значительно меньше. Из-за этого чувствуется очень сильная вибрация. Вроде бы постарались сгладить это амортизатором, но он реально не срабатывает. Вроде как он есть. Вроде бы ноги сильно устают. Получается, что вибрация идет настолько сильная, что у меня болят пятки. А у Xiaomi и амортизатора нет. Идет в 10 раз половнее. Амортизацией сделали вот эти вот надувные колеса. Могли бы поставить, знаете, как на самокатах. Колеса, которые не надувные, а просто резина внутри. Как, например, делали Deli самокат. Это китайская подделка под Xiaomi. Здесь просто надувные колеса нормальные. Вот я катаюсь уже 3 месяца, ни разу не подкачивал. Видимо, они со временем чуть-чуть подспускают. И он стал еще мягче, что для меня вообще просто супер. Теперь про мытье этих электроскутеров. Обычно для того, чтобы помыть Xiaomi, я его просто складываю. Я его ставлю в ванну и поливаю душем отовсюду. Я не боюсь, что он замкнет. Но на всякий случай я делаю, когда он разряжен. Но вдруг где-то случайно коротнет, так, чтобы не сильно, так скажем, вспышка была искра. Этот я боюсь мыть, и поэтому он у меня грязный. Поверхность здесь резинка, здесь наждачка. Наждачку непонятно, как очищать. Тряпкой по ней не пройдешься. Если водой поливать, здесь кое-где торчит герметик. Ну, как-то страшновато. А здесь, как бы, ничего не боится. Абсолютно точно это проверено. Так, ну что, пришло время помыть скутер. Я его просто сложил, засунул в ванную, проверил, что здесь закрыт, так скажем, бензобак. Водой пирачу колесики. Раз, два. Вот. Всю грязь моментально смываешь. Снизу там. Здесь. Все. Он чистый. Нет проблем. Что касаемо механизма складывания, то, с одной стороны, у мувика вроде бы как и ручки складываются. Да, это можно считать, с одной стороны, плюсом. Но, когда я складываю этот электроскутер Xiaomi, то мне реально и быстро, и удобно. Смотрите, как это делается. Раз, два. Все. Вот он сложен. Все, я его понес. Получается, 12 килограммов веса достаточно легко, КПД хороший. Здесь складывать его, в любом случае, менее удобно. Попробуем. Во-первых, я задвигаю ручки. Кое-где, конечно, туго это происходит, но нормально, в общем, в целом. Здесь руль. Нужно обязательно. Он как-то неудобно сделан. То есть, он ни туда, ни сюда, я не понимаю. Просто его надо как-то шевелить, чтобы сильнее сжимать, может быть, или что. Я не понимаю, как это работает. А, вот здесь фиксация какая-то. В общем, под вопросом. Вот я пытаюсь его сейчас. А, ну вот, зажал, да? Сложил. Тут такая есть кнопочка для фиксации. Все, сложил. Потом кнопка. Ее нужно вдавить. Не очень удобно. Значит, вот он падать начинает, да? Сразу. Вот как-то так я его сложил, понес. Не знаю, по-моему, гораздо больше действий нужно произвести, чем на более удобном Xiaomi. И теперь главный вопрос по цене. Xiaomi сегодня стоит 28. Это самая удачная модель. Она хорошо едет, она достаточно быстро заряжается. Мне лично все равно, сколько часов он заряжается ночью, когда я сплю. Я покатался, привез домой, лег спать, он заряжается по барабану. Час, два, четыре. В этом плане тоже не вижу никаких плюсов. Он заряжается, может, и быстрее, зато и садится в разы быстрее. Вот они, эти два красавчика. Ну, а мы доехали до усадьбы Свиблова. Мы с Вадиком проехали приличное расстояние. Давай сначала впечатление. Все, я начинаю привыкать. Все очень становится легко, доступно, нормально. Что меня тут немножко удивляет? Я немножко начинаю переживать за энергию. Потому что у меня то одно деление, то сразу почти все. То есть, и как бы у меня сразу вопрос, доеду ли я обратно. В 6,8. В 6,8. В 7,8. Да, и это по GPS. В общем, средняя скорость у нас была 5,85. То есть, ехали медленно и, по идее, экономно. У нас 4 деления. Но когда я ехал в гору или вот где-то здесь, было одно вообще. Потом было 5 делений. И вот бывает такая ситуация. Теперь посмотрим, что на Xiaomi. То же самое. Берем, включаем. То же самое расстояние. Что мы видим? Показывает 3,5 деления. То есть, это почти полностью. А вот и наш летчик-испытатель. С дороги, ублюдки! Олег, вот ты прокатился сейчас на Xiaomi. Ну и как? Отлично. Тоже вообще великолепно. Ну, сильной разницы скорости почувствовал. Управляемости тоже. Но смутил такой тормоз. Неохота руку разминать, охота руль держать уверенно. А когда ты тормозишь, ты руку уже спускаешь чуть-чуть. То есть, по твоим ощущениям, лучше все-таки муви? Лучше тормоз вот здесь вот такой. Да, проехали мы 15 километров, да? 14. 14 километров. И мы не можем понять, да, то есть, сколько у меня осталось энергии. То есть, если мы сейчас видим, что у нас то 3, то 0 плавает, да? То есть, для вещи, которые стоят там 40 тысяч рублей, насколько я в курсе, мне кажется, это нездоровая ситуация. Это первый раз, когда ты сядешь на Xiaomi? Первый раз, да, сяду. Вадик впервые встал на Xiaomi самокат. Впервые. Че, как? Тяжелее, что ли? Да, так пока просто. Может, потому что ты его не включил? Нет, я... А, вот он включился. Я пока... Он так не стартанет, ты оттолкнись километров до пяти. Скрипит. Скрипит. Но едет лучше. Вот эта часть. Крепление, да? Вот. У меня такого не было. Вот, вот. Мне это бесит лично. Идет лучше. А тормоз как тебе? Тормоз лучше, кстати, да. Тормоз здесь, как на велосипеде, к которому я привык. То есть, я могу удерживать на сильных покатах вниз. Здесь я не могу. Здесь как-то он либо кол дает, либо... Вот так как-то. Итак, Вадик, твой вердикт. Забираю оба. Ну, компьютер покажет, что типа что-то есть. А, нет. Кстати, компьютер уже тоже ноль показывает. Ехать он уже, собственно, и не может. Вот. Вот он чуть-чуть отдохнул и... Ну, это можно сказать на две секунды потом опять. Потом выключаешь. Потом снова он может проехать две секунды, правильно? Ну, типа и пока утерировать. Вот уже не может. Все. Этот самокат проехал ровно 16 километров. Никаких 30 километров заявлено. Активность приостановлена. Там в помине просто нет. Это мы ехали на экономичном режиме, Вадик. На высоком 10 километров. Да. Я думаю. А в прошлый раз, в прошлый раз, когда я на нем катался, я нормально ехал с нормальной скоростью на вот этом мувике. И мне хватило ровно на 12 километров, и мне пришлось его катить. И то же самое произошло, собственно, с друзьями. Закончился заряд, они его катили вручную. Да, да, да. Село он гораздо быстрее. У нас даже с Сиоми еще осталось. К Сиоми мы приехали домой. То есть там еще показывало одно отделение. В муве уже давным-давно был мертвый. То есть часа два уже минимум был мертвый. И получилось так, что мы попробовали таким образом. Я была на Ксиоми, а Олег на муве. Он прицепился ко мне за плечо. И мы ехали в горы. То есть с Сиоми, получается, тянуло все. То есть... Два самоката. Два самоката. То есть двух людей. И ему, конечно, горку была тяжеловата, но он вылез. Но по прямой? По прямой прям вообще шустро. Очень шустро и классно. И причем даже смотря, что у тебя прицеп, грубо говоря, не было. Балансированный. То есть мне было довольно-таки... Ну, все равно легко управлять. Смотрим при этом на показания Сиоми. У него всего четыре деления. И сейчас осталось... Короче, потратилось полтора из четырех. У нас был и четвертый тайный участник эксперимента, который уже давно катается на электроскутере Сиоми. И он также попробовал новый электроскутер Муви. Вот его мнение. Леш, скажи, первый раз едешь на этом самокате, на скутере? Нет, не первый. В смысле имеется в виду на Муви? Ну, нет, почему? Третий раз уже. А, ты уже третий раз на нем катаешься? Да. Ну, скажи, какие ощущения? Комфорта меньше, чем у Сиоми. Неудобная посадка. То есть постоянно идет давление на пятку, вот здесь. То, что получается, площадка неровная, да? Да, да. И так как она неровная, постоянно устают руки из-за того, что нужно вот так постоянно дергать себя. То есть держать, чтобы ехать. А, понял. А еще что? Тормоз очень грубый. Ускорение тоже непонятное. То есть нажимаешь, а потом в какой-то момент уже идет движение. А, сначала он как бы притормаживает, да, при запуске мотора после наката. Накат идет, как на машине, на нейтралке. Сначала нажимаешь кнопку, потом происходит там секунда, и потом нужно едет. А, ну понятно. То есть слабая реакция. Еще что? Еще что. Амортизация тоже хуже. Когда я поезжал по кочкам, сразу пятку бьет. В пятку бьет. О, понял. При этом смотри, амортизатор здесь есть. Ну один только впереди. А на Xiaomi его вообще нет. Нет амортизации на Xiaomi, ты в курсе? Нет. Ее здесь нет на Xiaomi, вообще никакой. И ты говоришь, что получается, мувик при этом идет тверже, правильно? Да. Хотя у него есть амортизатор. Он вообще жестче в целом. Каталась больше я на нем. Первоначально мне понравились, что там более узкие ручки. Там ручки чуть поменьше, удобнее для женской руки. И по тормозу тоже мне больше понравился электрический. И удобно в управлении. У самоката Moodle. Да, первоначально, я так подумала. Впоследствии, когда начала кататься на Xiaomi. Xiaomi, да? Да, Xiaomi. Вот. Сразу обратила внимание на тормоз, да? Что там идет... Как ручной как будто, да? Ну, как он, дисковый? Дисковый, да. Да, дисковый идет. Вот. И это прям еще огромный плюс, я бы сказала. Впоследствии, даже когда выключили питание, то есть использовали его как простой самокат, то есть это было реально затормозить где-то что-то. Ну, то есть... А на Moodle такого нет? Нет, это было... На Xiaomi это было очень удобно. Прямо, то есть, допустим, если ты катаешься по городу, у тебя вдруг села батарея, последствия, да? Угу. В продолжительное время. То есть ты его используешь как простой самокат, и тебе удобно потом добраться до дома, то есть где-то в большой толпе маневрируя, то есть это очень классно. То есть я правильно понимаю, что все вот эти хваленые функции самоката, муви, там типа фигня все получилось? Ну, да. Они на порядок ниже, чем все. Они на порядок ниже, то есть и цена неоправданная, получается, у него высокая. Ты ногу где-то ударила, да, я так понимаю, об муви, да, когда вот... И я... Со мной произошло то же самое. Я толкался ногой, когда он сел, и ударил вот здесь вот косточку. Да, у меня очень сильно большой синяк, то есть в связи с этим получился. То есть и... То есть это очень тоже не понравилось. То есть не только я ударил косточку, Валя ударила. Ладно бы это было случайность, но реально вот... Вот он, конечно же, подошел уже спустя неделю, но это огромная рана была. Да, да, да. И то есть это неприятно. Субтитры сделал DimaTorzok Только что Вадим покатался впервые, нормально покатался на Xiaomi. Давай. Ну, впечатление отличное, на самом деле. Это мега крутой самокат по сравнению с мобиком. Тормоз, какой-то нет резких рывков, то есть при старте. Это ты имеешь в виду нет рывков на... Ну... На Xiaomi, да, на котором... Да, на Xiaomi, где ты давишь гас. Здесь он немножко дергает, а тут все плавно, тормоз плавный. Что еще? Проходимость лучше из-за колес, наверное, больших. Другой вообще уровень. Ноги не болят. Ну, вот реальная цена, по-твоему, допустим, на самокат Mubi, по-твоему, какая цена реальная? Ну, до 15 тысяч максимум. Ну, с другой стороны, я бы добавил еще 1010 и купил бы Xiaomi. В самокате Mubi я не нахожу ни одного плюса по сравнению к Xiaomi. Ни одного. Всячески думал сегодня, вот пока катаемся, но ни одного не нашел. Ну, а что, аккумулятор не держит по сравнению к Xiaomi. Света нет, дергается. Дергается, это самое смешное. Дергается, он дергается, на самом деле, он дергается. Тормоз дергается, колит. Газ дергает при старте. Ну, правда. Пришло время отдавать электроскутер Mubi, и Андрей, предприниматель из Красноярска, расспросил меня о моих впечатлениях. Я ответил абсолютно честно, что не нашел ни одного плюса в электроскутере Mubi. Однако Андрей не только не попросил не выкладывать новый обзор, он еще и заявил о том, что наш обзор критический, как раз будет полезным для его бизнеса. Он учтет все ошибки и исправит их. Ну что ж, это действительно поступок мужественного и порядочного человека, хорошего предпринимателя, которого не стыдно порекомендовать. Поэтому Андрей получает первую награду честного обзора «Человек порядочный». Ну что, подводя итоги, могу сказать, что между двумя вот этими самокатами лично я выбираю Xiaomi. Просто потому, что если взять Mubi, он быстро садится, он очень дерганный, у меня от него реально болят ноги. Несмотря на то, что здесь есть вот передний амортизатор, он, ну, где-то отрабатывает, может быть, там на каких-то больших кочках. Но задний он настолько сильно долбит, что вот у меня конкретно начинают просто пятки болеть. Здесь нет амортизатора на Xiaomi, однако он идет гораздо более плавно. И тормозит он лучше. Я вот сегодня переезжал через пешеходный переход, и там загорелся красный свет, а я не успел. Я хотел на Mubi остановиться быстро и дал брейк в пол, то есть затормозил. И не получилось остановиться. Вадим видел, как я просто проехал на красный свет. Для безопасности это полнейший бред. То есть получается кататься на нем тоже не супер. Теперь давайте по внешнему виду. Я прошу просто показать поближе, что здесь... Посмотрите, ребята, вот здесь у Mubi торчат какие-то провода непонятные. Я не понимаю, почему нельзя было спрятать их в ручку. Я, конечно, вижу, что ручка складывается. Да, вот может быть... Ну, не сильно-то и в натяг этот провод. Получается, не было никакого смысла оставлять здесь этот провод. У Xiaomi это более обоснованно. Здесь трос, который тормоз тянет, он реально должен быть физическим. И он тянется, естественно, здесь, здесь. И питание от аккумулятора тянется к колесу тоже снаружи. Покажи, пожалуйста, крупнее. Почему? Потому что здесь, когда складываешь механизм, все-таки в натяг получается. И этот провод, и этот. Здесь как бы все обосновано. Почему здесь торчат провода? Плюс еще давай покажем, что вот эта пластмассовая хрень, она выглядит, ну, мега просто дешево какие-то торчат. Вот эта штука, она острая. Она даже на ощупь неприятная. Теперь посмотрим на крылья. Обратите внимание, крыло у Mubi, квадратное какое-то, знаешь, Китай. Ну, реально Китай. А здесь, посмотрите, какое оно плавное, красивое. Здесь, ну, совершенно на порядок лучше. Теперь посмотрим сбоку, ребят. Здесь мало кто обращает внимания, что на самом деле домик. То есть, получается, что не ровная площадка, как на Xiaomi, а на Mubi площадка как бы наверх. Лично мне стоять абсолютно неудобно. Я то назад скатываю специально, то наверх. Теперь сама вот эта поверхность, на которой стоят ноги, это какая-то типа наждачки. Я не знаю, что это. А здесь просто резинка. Вот я в жвачку наступил, это можно как-то оттереть. А как эту фигню мыть, я не понимаю. Если Xiaomi я мою просто в душе, я реально его складываю, в душе промываю, то этот, я не понимаю, наждачкой тряпкой не протрешь. Если в душ, может и замкнуть. В общем, Андрей сказал, что главное не заливать спидометр, а так типа он ничего не боится, как и Xiaomi. Да, таким образом отмывать эту жидкость, ну, фигню, да, можно. Но пока вроде бы ничего не замкнуло. Посмотрим, как дальше. Честное слово, я очень старался отмыть здесь все, но вот обратите внимание, но эта наждачка, она просто впитала всю грязь. Во время езды у Xiaomi всегда на тормоз нажимаешь, срабатывает стопарь, а здесь просто катафота стоит. Покажи, пожалуйста, что нет стопаря. Здесь срабатывает стопарь. Сейчас даже просто могу продемонстрировать. Нажимаю, вот он, раз моргает красным. А здесь просто катафота. Ну, как я считаю, несерьезно. Что касаемо фонаря, подсветки, то у Xiaomi впереди продуманный фонарь, который направлен вперед и вниз. То есть он не слепит глазам, он светит, он туда, световое пятно вниз. Здесь, конечно, тоже есть фонарь у Muvika, но этот фонарь освещает снизу, как бы площадку, ну, типа, знаете, как у крутых тачек, под колесо светит, снизу, сзади и впереди. В чем смысл, я не понимаю. Едешь на Muvika по людному месту, например, по ВДНК, люди впереди идут, я должен, эй, отойдите, пожалуйста. Здесь я просто беру раз, и колокольчик. Зачем мне разговаривать с москвичами? Я не хочу с ними разговаривать, я хочу мимо проехать, и все. А здесь извините, отойдите, дайте проехать. Ну, он во всех отношениях гораздо менее продуманный. Итак, по всем характеристикам, по ходовым, по тому, как он едет, даже вот садится быстрее намного, 12 километров, 14 максимум, это сколько он едет, хотя заявлено 30-ка. Здесь Xiaomi реально едет 30 километров, если ехать медленно, экономично, то можно дотянуть до 40. Лично я пробовал, но это нужно ехать со скоростью 5-10 километров в час. Тогда он едет 40 километров, реально, на эконом-режиме. Этот, сука, просто вырубится. Он предательски вырубается в самый неожиданный момент, причем непонятно, когда именно. Аккумулятор то показывает полный, то середина, то ноль, то постоит и опять показывает полный. Что за херня вообще? Что за качели? Здесь как-то все понятно. Он показывает совершенно четко, что сейчас потратилось ровно половина деления из четырех. Я совершенно четко понимаю, что здесь практически полный баг. Включаю муви, полный баг показывает вообще. В принципе, начнешь ехать, будет показывать половина. Мне зачем это? Непонятно. Поэтому, друзья, по всем параметрам, по всем характеристикам и я, и несколько человек, которые катались на этих скутерах, выбрали Xiaomi. Не знаю, почему его назвали этот мувик-убийцей Xiaomi. Это, мне кажется, преждевременно. Спасибо Андрею, который специально за свой счет, за счет своего магазина прислал из Красноярска этот мувик на тест. И я сразу сказал Андрею, что это будет честный обзор, поэтому добро пожаловать. На сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Вы это сделали, наконец-то! Да, да, больше иначе. Представьте себе, что вы дивнохожий рекорд. Горька! Горька! Ура! Издавляй! Горька! Мы вэл, мы вэл, мы вэл, мы вэл! Знаете лайфхак? Значит, допустим, даришь пять тысяч, съедай на десять. Не знал. Как ты посмотри, у него конкурент есть. Не менее психованный. Молодец какой! Юляшечка, ты обещала со мной поехать в Анапу. Прекрасная была свадьба. Просто супер! Отличные ребята, очень энергичные. Счастья вам, удачи, любви! Горька! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова